Мусор атакует, наползает и заполняет все придомовое пространство. Два года жители домов номер 74 и 76 по проспекту Текстильщиков соседствуют со стихийной свалкой. Кажется, мусор уже живет собственной жизнью, создавая дискомфорт всему микрорайону. Контейнер на этом месте был много лет назад, и, видимо, мышечная память у ивановцев осталась. Несмотря на то, что выбрасывать мешки некуда, их без зазрения совести оставляют прямо на земле. Мусор привлекает нежелательных представителей фауны. К человеку приходила медсестра летом сделать укол на пятый этаж. Она не могла зайти, работник поликлиники, потому что там сидела крыса с размером кошку. Она выбежала, испугалась, и человек остался без укола. Это первое. Второе. Крысы бегают вот здесь, вот контейнер, если вы обратите внимание, тоже магазин, здесь продукты. Значит, внимания никто не хочет обращать. Эта проблема у нас вот уже только два года, как появилась раньше, и этой проблемы не было. Жители бьют во все колокола. Писали в мэрию, звонили на горячую линию рекоператора по ТКО. Земля под свалкой муниципальная, поэтому убирать мусор должны по заказу городадминистрации. Периодически так и делают. Правда, свалка появляется вновь, больше прежней. Вообще все возмущает. Вот это безобразие, когда оно закончится. Вот это вот все безобразие возмущает. Потому что и дети гуляют, маленькие, и мы тоже ходим. Прям вот приходят, выходят из домов с этими мешками, подходят и вот сюда бросают. В теплую погоду аромат распространяется на весь район. Ветер разносит мусор по ближайшим улицам. В паре метров от зловонной мусорной кучи располагается аптека. Провизоры такому соседству совсем не рады. Люди идут и бросают. Вот даже вот, ну, мы говорили, вот сотрудники, вот, они, простите, посылают на одно место. И все, смысл, смысл. Вот, понимаете, вот, мне кажется, даже вот бросают все отсюда. Потому что тут в основном сейчас молодежь живет, малые вот бабушки такие. И, говорю, мне было два года. Вот два года вот такая помойка. В мэрии о проблеме знают. На место выезжали неоднократно с инспекцией. После нашего обращения свалку вновь посетили. Ее, конечно же, уберут. Но гарантии, что мусорная куча не вырастет заново, никто не дает. Воспитывать надо жителей, уверены чиновники. Мы работаем в отношении 43, скажем так, очагов стихийных свалок. Часть из них, порядка половины, ну, чуть менее, 18 штук, это свалки, так называемые, возобновляемые. На ряде объектов у нас для превенции установлены бункеры, накопители, которые мы занимаемся их обслуживанием. И часть объектов вывозится вот так вот по заявкам, по выявлению. В частности, вот объект текстильщиков 74, это объект, который вывозится с периодичностью примерно раз в месяц. Бывает чаще, в зависимости от накопления, от скорости накопления. Не нужно забывать о том, что город тратит вообще в целом на это порядка 15 миллионов рублей. И, в общем-то, вывозится вот такого бытового мусора порядка 50 тысяч кубических метров в год. Штрафов за такое вредительство району и природе не предусмотрено. Да и где найти виноватых? Контейнерную площадку на этом месте жители 74-го и 76-х домов видеть не хотят. Готовят обращение в санэпидемслужбу. Будут ждать помощи еще и от нее. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.